Далее до нашего прямого эфиру доеднуется Игаль Левин, офицер армии обороны Израилю, військовый аналитик, редактор военной рубрики журналу «Фокус». Игаль, здравствуйте, приветствую вас в эфире. А, приветствую. Ну, тут у нас почти конец недели, ну, ближе к концу недели, да, время близится, и, соответственно, можно подвести какие-то определенные итоги. Кажется, очень много интересного происходило непосредственно в Крыму, да, на временно оккупированном Крымском полуострове. Что мы видим? Мы видим операцию ГУР по контролю над платформами в Черном море, там среди них вышки Бойко, удар по Севастополю, по Севморзаводу, и там, ну, сейчас мы говорим, что были повреждены, да, большой десантный корабль и подводная лодка. Удар по Евпатории, это, ну, сами оккупанты говорят о том, что там С-400 «Триумф», командный пункт, антенна и экипаж были уничтожены. Уничтоженный тунец, и вот еще атака по двум патрульным кораблям типа Василий Быков. Что вы увидели в Крыму? Это, как это сказать, цепь связанных событий или нет? Да, несомненно. Несомненно, это цепь связанных событий, это не нужно рассматривать отдельно, это нужно рассматривать как одно большое сплошное. По большому счету, это лишение, да, Украина сейчас лишает их, ну, то есть оккупантов, возможности действовать в Черном море, то есть все их операционные возможности. То есть эти так называемые вышки Бойко, они использовались как? Для чего? Для слежения, да, для мониторинга, для того, чтобы устанавливать всякие сенсоры и так далее. Там, кстати, ну, вот говорили, да, что вот там спилили, да, сняли, ну, нужно же понимать, что это не единственное, это не единственные возможности, которые там можно поставить для того, чтобы использовать эти вышки. Вот это во-первых. Во-вторых, системы, естественно, ZRK ПВО всевозможные, которые уничтожаются, и в конечном итоге это лишение их возможностей логистических. На Черном море. То есть, кстати, вот, например, уничтожение очередного, вот уже третий, вот, большого дистанционного корабля, тут слово, как бы, дистанционный не должен, не должен, как бы, вот, запутывать, может перевозить грузы, может перевозить технику боевую, может перевозить топливо или боекомплект. Вот, это их лишение возможностей оперативных, в том числе переброски вот логистических. По воздуху они не могут перебрасывать. Ну, то есть, ну, как там, на аэродромы они могут такой-нибудь ИЛ пригнать, но имеется в виду, у них нет этих возможностей, скажем, как у США, когда можно оперативно большие логистические грузы куда-нибудь там в Запорожье отправить, в том числе грузовых, больших там вертолетов, у них нет таких мощностей, нет таких вертолетов, ну, таких как Ченук и так далее, например. Вот, поэтому это все, да, часто одной большой вот задумки лишения их возможностей Черноморья и логистических, и оперативных. А как вы понимаете, ну, в смысле, как можно объяснить, что с одной стороны действительно есть этот комплекс С-400, ну, кто-то говорит, что это усовершенствованный С-300, ну, в любом случае, у него явно какие-то преимущества, да, это какой-то, ну, как это сказать, новый продукт, относительно новый продукт военно-промышленного комплекса России. А как это так получается, что комплекс, который должен ракеты сбивать, ракеты не видят, когда они в него летят? Ну, во-первых, как я много раз говорил, никакое ПВО не закрывает полностью, то есть любое ПВО пробивается. Вот и вот и все. То есть, во-первых, никакое ПВО на 100% не закрывает, а во-вторых, ну, вы выпускаете 10 ракет, да, а три ракеты долетают. Даже одной ракеты достаточно, ну, чтобы уничтожить, если она конкретно в цель попадает. Ну, вот и ответ. То есть, ПВО, как бы там его ни распиаривали, да, какая-нибудь система ЗРК, особенно если это один комплекс или два комплекса, вот. Это ограниченные возможности в рамках вот тех вот угроз, которые они могут по ним работать. Вот. Две, пять, десять угроз. И, опять же, не факт, что эти угрозы они могут ликвидировать. Опять же, да, израильские вот хваленные системы ПРО, они пробиваются, они пробиваются. Вот. Поэтому здесь ничего удивительного нет, на самом деле. Ясно. Ну, вот, опять же, тут есть интересный момент по поводу того, что, ну, вот на этой неделе такая, как говорят, первая подводная победа Украины. Ну, имеется в виду, конечно, речь идет о подводной лодке «Ростов-на-Дону» или, как его сейчас называют, «Ростов-на-Дне», что вот впервые нам удалось поразить ее. Опять же, судя по фотографиям, поразили серьезно, да, ну, то есть, неизвестно, смогут ли ее восстановить или нет, смогут ли ее снова выпустить в море. Тот факт, что минус одна подводная лодка. Насколько серьезна эта потеря для российского подводного флота? Ну, и что мы хотя бы приблизительно знаем об этом подводном флоте? Нет, ну, как повредили серьезно, сожгли нафиг, как бы, вот, это очевидно. Ну, пока что Генштаб говорит, что повредили, ну, вот, ну, ссылаясь на слово. Ну, да, да, ну, говорит, что повредили. Понимаете, что значит повредили, я как бы распакую этот термин. Восстановление, вот это, когда повредили, бывает дороже, чем построить с нуля. Вот, поэтому повредили, да, повредили так, что там у вас на 10-15-20 лет этого он выбивает, вы ели на металлолом его или 10-15 лет его восстанавливаете. Вот, вечного восстановления, как говорится. Вот, тут важно другое, ну, то есть, уровень там их подводного флота, ну, Украина не ведет войну в плане флотов, да, чтобы это угрозы были. Тут важно, что калибры могло запускать. Она точно запускала в Сирии, по Сирии они запускали калибры именно с этой подводной лодки. Есть, вот говорят, что возможно и... Так, здаясь, у нас проблемы с связком. Нагадаю, что говорим с Игалем Левиным, офицером армії обороны Израилю, військовым аналитиком. Звичайно, что обговорюем о цих остальных событиях в Криму. Багато всего происходило именно на тимчасово оккупированном Кримском півострове. Просто нагадаю хронологично. Спочатку мы побачили видео від Головного управления розвідки, что вони взяли під контроль платформы в Черному морі. Ну, и далее, вот сьогодні, мы вже побачили те, что была атака по двох патрульных кораблях типу Василь Быков. Яголь, говорят, что вы уже снова с нами на связи. Слышите ли нас? Да, да, слышу. Там как раз прервалась связь. Вы говорили о том, что вот эта подводная лодка, она по Сирии как раз стреляла, обстреливала Сирию. Да, да, она носила удары, да, она носила удары по Сирии, это известно. Вот, и могла быть причастна, есть версия, что она в том числе была причастна к ударам по Украине, но это не имеет значения. Вот, все равно все те силы, которые у них есть, они используются для того, чтобы наносить удары по Украине. Да, да, и тут вот еще вопрос. Не было официального подтверждения того, что мы использовали именно Storm Shadow, при том, что и командующий воздушных сил на это намекает, и была такая утечка в британских медиа, это логично, потому что британцы нам дали Storm Shadow, о том, что именно они были использованы во время атаки по Севастополю. И я видел, ну, в соцсетях такой, как это сказать, разрыв шаблонов. У многих в головах было, что, ну вот, Storm Shadow это чтобы бить, например, по мостам, и мы это видели, когда непосредственно они попадали в мосты, мосты, идущие через Чангар. И был такой стереотип, что, ну вот, может, мы их бережем для того, чтобы как-то по Крымскому мосту ударить. Насколько нестандартное это было использование, если предположить, что действительно по Севастополю 10 ракет Storm Shadow, и вот несколько этих ракет, собственно, попали в этот Севморзавод? Ну, если мы допускаем, как там говорили, да, поздравляли летчиков и говорят, что Stormид, вот, говорили. Ну, если мы допускаем, какая разница, как бы, понятно, это убийцы мостов, но это мост, это не единственная цель для этих ракет. У вас там несколько сот, да, взрывчатки, боеголовка, сколько там, под 400, вот, килограмм взрывчатки. Ну, прилетать мало не покажется. Как вы видели, этот объективный контроль этого большого десантного корабля, там полностью, вообще, всю надстройку ему полностью смело, сожгло его нафиг. Вот, какая разница, мосты или не мосты. Мощные, хорошие, квадратные ракеты нужно больше. Да, квадратные ракеты. Слышите, а вот есть еще одно, конечно, важное сообщение, которое мы получили с фронта, оно, скажем так, сначала с фальстартом было опубликовано, речь идет об освобожденной Украиной, освобожденном населенном пункте Андреевка. Это такое небольшое село в Донецкой области. Более того, там еще несколько этих Андреевок, в том числе в Донецкой области, там, возле Славенска. Так вот, это та, что между Клещеевкой и Курдюмовкой, да, мы понимаем, что это бахмутское направление. И в нашем эфире звучала такая мысль от военных экспертов, что суть в том, что освобождение Андреевки позволяет нам контролировать одну из важных дорог, в том числе, которую используют оккупанты для поставок. Могли бы вы чуть больше объяснить, какое значение имеет Андреевка? Много раз уже было сказано про высоты, которые есть. Вот, занятием Андреевки это продолжение контроля высот, в том числе контроля магистрали. Не всех, но там часто тех магистралей, которые связывают тот же Бахмут, их южную часть, ну, там, если южнее идти, то начинается как раз их в этот большой логистический хаб, то, что они в Ордло превратили, в гигантский логистический хаб, в Донецке и так далее. Вся та агломерация там, вот, стройки городов. Вот, продолжаются бои, поэтому, вот, и будут дальше за контролем всех этих магистралей, возможностей, чтобы изолировать ту группировку, которая вошла в Бахмут, вражескую, ее вот максимально изолировать. Видимо, вот это задумка украинского генштаба и конкретно этого направления. Ну, как там село, вы видели фотографии, то есть фактически село стерто с лица земли, то есть мы видим, это их, так называемое, как что они делают с Донбассом, да, освобождение, так называемое. Просто стирают с лица земли это все. Да, я вот как раз об этом тоже хотел спросить, и вы, в том числе, у себя в Телеграм-канале, вы публиковали, ну, вот, фотографию, да, из которой можно сделать вывод, что этого населенного пункта больше нет. То есть, означает ли это, что, в принципе, и мы не можем использовать его, как, ну, какие-то укрепления, просто потому, что там ничего не осталось? Не, ну, как на фронте, боец использует их что угодно, даже в посадках, ну, то есть люди роют подземные всевозможные, вот, да, туннели, окопы, соединяют их вместе. Если у вас есть какие-то руины, подвалы, например, остаются, там же говорят, ну, кстати, чем же была соль, зачистка, зачистка, это что обычно, подвалы, они в подвалах там прячутся. Вот, поэтому это, конечно, можно не использовать, это, конечно, будет использоваться. Имеется в виду, что это как населенный пункт, этого больше нет. Ну, для военных, военные все могут использовать, военная, вот, специфика на фронте. Окей. Еще одно такое, ну, такое важное событие этой недели. Мы видим, что уже несколько дней, несколько дней подряд в России кружат Ким Чен Ына, северокорейского диктатора. Он там на своем бронепоезде приехал, встретился с Путиным. Дальше его, значит, возят на разные авиационные или космические предприятия. Вот сейчас была информация о том, что он посетил авиационный завод Комсомольск-Наамуре. Ему там показывают эти российские самолеты, СУ. Какие опасности этот визит нам предрекает? Ну, то есть, что мы можем представить себе, что северокорейский лидер готов отдать в обмен, я не знаю, ну, судя по всему, ему самолеты показывают. Да, СУ-57 ему показали этот, который там буквально в 10 экземплярах, или сколько, 15 их, вот во всей России есть, как бы это по-своему смешно. Не, ну, смотрите, очевидно, что Россия хочет от Северной Кореи что-то конкретное. Вот, видимо, это, помимо боеприпасов, это запчасти. Ну, в том числе, например, всевозможные оборудования военные. Потому что, вы понимаете, что помимо самих вооружений, помимо боеприпасов к ним, у вас есть еще запчасти. Это там стволы, артиллерии могут идти, да. Это могут идти всевозможные остальные. Это все советское, где какие-то вещи, они там соответствуют. Другим тоже советским видам, манклатуре вооружений. Вот, оборудование, да, у вас там банально от всевозможных каких-то там база, допустим, да, для каких-то гусеничных машин, опять же, чтобы можно было в Англии ремонтировать. И заканчивая, опять же, как я сказал, стволы, артиллерийские и так далее. Говорят, вот у России с этим вот все плохо, да. У них с этим проблемы есть. Такие вещи. Понимаете, в чем главная соль с КНДР? Это пропускает способность. Это находится на полземного шара. Все довести до Украины, у вас там одна железная дорога. Да, можно через Китай. Вопрос, пустят ли через Китай. Если это, как говорили, что там какие-то танки хотят у них взять и так далее. Ну, мне не кажется. Ну, то есть я все допускаю, но мне не кажется, что это танки и так далее. Ну, и такое, как бы, да, ну, там едет, вы это видите. А запчасти? Ну, загрузили вагоны, написали, что это пшеница. Ну, и повезли. Не знаю, там, или кони, они там коней возили. Вот. Как-нибудь это писали и повезли. Ну, то есть запчасти это что-то такое, что можно как-то там упаковать и повезти. Ну, понятное дело, что это будет в количествах немаленьких. Ну, и Буданов уже говорил, что минометные боеприпасы и снаряды уже возили. Опять же, вопрос в количествах. То есть сколько? Пропускается способность невысокая. Вот. Но сам факт того, что из-за этой проблемы, то есть такой пропускной способности, что за полземного шара нужно вам поездом везти, говорит о том, что, ну, ситуация, как это, видимо, не самая радужная, что приходится в Ким уехать на поклон, а потом Ким едет к вам, и вы его там катаете по своим лучшим аналоговнетным самолетам и так далее. Ну, говорит о том, что как-то эта ситуация не самая радужная. Ну, действительно, кажется, это впервые мы видим такую ситуацию, когда Россия или до того Советский Союз, правоприемником которого себя Россия считает, да, что-то просят у Северной Кореи. То есть не наоборот это работает. Напомним, что все-таки без участия Советского Союза никакой Северной Кореи не было бы, да, ну и Китая, разумеется, конечно. Да, я здесь добавлю еще очень важно, да, нужно не забывать реверс-инжиниринг, то есть у Северной Кореи есть всевозможные беспилотники, мы не знаем их качество, их уровень и так далее, но мы знаем, что они, в том числе в кооперации с Ираном, вот Иран и Северная Корея, такие вот у нас Twin Peaks, то есть они вот вместе у нас две сладкие палочки, вот, которые кооперируются в тех или иных, вот, в этих оборонных, ну, всех оборонных сферах и так далее, в вооружениях, все, что касается ракет и беспилотников. И вот мы видим, как замыкается этот круг, то есть вот с Ираном уже Россия взаимодействовала в тех или иных там ипостасях, да, вплоть до того, что ракеты хотели от них получить, но эта сделка была сорвана. И сейчас Северная Корея, вот, которая ничем не ограничена, вот, у них там реверс-инжиниринг, технологии украдены и так далее, через Китай там какую-то вещь получают и так далее, вот, и можно получить тоже технологии, вот, возможно, в том числе и технологии, то есть, ну, все думают, там, снаряды, стволы, а может быть даже танки, да, можно получить какие-то, ну, вот, инженерные решения, те или иные, вот. Как раз и хотел спросить у вас о таком сотрудничестве, возможном сотрудничестве в рамках этой оси зла. Было же, было такое публичное выступление, редкое, главы службы внешней разведки Израиля МОСАД, ну, собственно, МОСАДа, да, Давида Борнея. И вот он заявил, среди прочего, что Иран собирался продать России не только ударные разведывательные БПЛА, ну, собственно, шахеды там, эти Маджахеры, правильно, я, может, неправильно, неправильно произношу, но также ракеты малой и большой дальности, сделка эта была сорвана. Ну, и Борнея предупреждает, что МОСАД, ну, есть такие большие опасения, что Иран готовится передать что-то такое военное России, после чего получит оружие, которое может угрожать Израилю. Ну, во-первых, хочу спросить, действительно, а что означает вот такое публичное заявление главы МОСАДа? Давайте говорить прямо, вот наш глава разведки, он более-менее публичный, а вот Борнея, мне кажется, очень редко разговаривает. Да, это так. Да, это так, Борнея действительно не выступает, как и вообще в целом, как бы, МОСАД особо как бы не разбрасывается с заявлениями. Если какие-то заявления делаются, то они делаются конкретно, с определенной очень целью и очень взвешенно. То есть это не какое-то просто пустые, да, у вас заявления. Да, многие СМИ очень неправильно там перепечатали, не проверив оригинал, которая на иврите, естественно, на его речи была, говорили, что там готовят передать ракеты и так далее. Нет, он говорил о том, что готовилась вот как раз партия ракет для передачи, и эта сделка была сорвана. Но при этом он не говорит, кем она была сорвана и так далее, вот, кем, когда и так далее. Но он говорит, что еще такие сделки будут, и они тоже будут сорваны. Опять же, кем и так далее, он не говорит, что они будут сорваны. И добавляет, что есть опасения, да, то, что Россия передаст Ирану оружие. И он там говорит как бы два таких слов на иврите. Первое, которое будет угрожать безопасности Израиля, тогда словно я сейчас перевожу. А второе, существованию. То есть он говорит такое слово, использует кьюми. И ум кьюми — это угроза для существования. Но мы смотрим, что угроза для существования. Передача самолетов в СУ — это угроза для существования? Нет. Угроза безопасности, но не существования. И вот можно двояко расшифровать это вот. Вы можете это расшифровать банально. Первое, что приходят на ум ядерные технологии. Особенно то, что касается минимизации заряда. То есть вы можете минимизировать заряд, чтобы его поставить вот в ракеты, которые есть у Ирана. Это сложная технология. У России есть еще со времен Советского Союза, она его наследовала. Но вот там Северная Корея, Иран и так далее, они за этим гонятся. Есть, кстати, версия, что Иран не спешит как раз свое ядерное оружие выявить на свет. Как раз именно с этой целью. И по этой причине. Потому что у него будет ядерное оружие, которое у него на территории. Они не могут его... Нет средств доставки. Это первое, что приходит в голову. Ну это примитивное прочтение. А есть другое. Это системы ПВО, которые, например, сделают невозможным и Израилю, и США вместе, допустим, комбинированный удар. Нанести удары и уничтожить их инфраструктуру в Иране. Сейчас можно сказать, какие системы ПВО. То есть ему России не хватает систем ПВО. Нужно понимать, что МОСАД и Иран ведут против Израиля войну уже долгие десятилетия. Это история не вчерашнего дня. И Борне, когда делает такие заявления, он говорит тоже о год-годы вперед. То есть следующий год, 25-й, потом год. Десятилетия вперед и так далее. И да, с передачей технологий, какими-то С-400 и так далее, в течение нескольких лет можно построить систему. То, что называется система отсутствия допуска. Это концепт, когда вы с помощью ракетных и противовоздушных технологий создаете, грубо говоря, такую сферу. Те, у кого есть превосходство в воздухе с помощью самолетов и других средств поражения, они не могут так вот просто безнаказанно взять и к вам прибыть. Возможно, здесь об этом речь идет. Но не просто так Борне делает это разделение. Он говорит безопасность и говорит существование. Это было не просто так сделано. Мы, понятно, что в информационном пространстве Украины, мы обсуждали это, конечно, в контексте того, что тут упомянута Россия, что именно Россия, да, вот страна-агрессор может передать Ирану то, что может угрожать Израилю. Конечно, тут вопрос, на который вы не сможете ответить, но я все равно спрошу. Можно ли себе представить, что Израиль все-таки будет рассматривать Россию как военную угрозу? Не как, ну, скажем, сторону, с которой можно договориться, а именно как вот непосредственную угрозу своему существованию. Потому что именно Россия может передать Ирану то, чем Иран, ну, в теории может уничтожить Израиль. Ну, вы, конечно, знаете всю эту сейчас тему с тем, что у нас есть, с одной стороны, израильская улица, есть израильское общество, и в том числе есть соцопросы, которые говорят, что большая часть она за Украину. Есть конкретное израильское правительство, то есть власти. Вот с очень, скажем так, их некрасивым поведением, мягко так назовем, вот, и по отношению к Украине, и ко всему этому вопросу и так далее, нынешнее правительство. И можно много про это говорить и так далее, но Мусад, который не обременен не тем, кто там его выбирал или не выбирал, который просто занимается конкретно вопросами безопасности, ну, четко-четко и говорит, это вот Россия может передать технологии, которые угрожают, ну, передать Ирану, которые угрожают не просто безопасности, а существованию. То, что сказано черным по белому, это не какое-то там прочтение, это не намек, это не инсайт, это вот сказано официально, публично, вот, на весь мир и так далее. Вот, как будет вести себя дальше правительство Израиля, я не знаю, это не моя компетенция говорить, но вот будет встреча Натаняу и Зеленского, посмотрим, чем эта встреча закончится и так далее. Я много раз говорил и повторил тысячный раз, моя бы воля, я, конечно же, выступаю за поддержку полную, в том числе на государственном уровне Израиля, чтобы больше помогать, больше передавать, больше поддерживать. И я полностью согласен, солидарен с Борнеа, в том, что действительно Россия является угрозой. Она угроза не только для Украины, она угроза для Израиля. И Борнеа фактически так подчеркнул. Игорь, и знаете, ну, во-первых, мы вам благодарны за поддержку, и действительно это искренне я говорю. Во-вторых, знаете, еще одна такая новость, с которой мы, в принципе, не думаю, что можем сделать какие-то далеко идущие выводы, но тем не менее, министра обороны Китая Ли Шанфу уже там две недели не видели на публике. Мы помним, как исчезают китайские министры, там очень закрытая система. До этого министр иностранных дел пропал. Что он делал, никто не знает. Помним, что этот Ли Шанфу прилетал и в Москву, и в Минск, там встречался с российским и белорусским диктатором. Ну, много всего они, значит, обсуждали. Кажется, он был и в Северной Корее, где вот Шойгу что-то такое выпрашивал у Ким Чен Ына. Можно ли себе представить, что если вот пропал министр обороны Китая, то что-то такое затормозится в плане того, как Китай помогает России? Я не думаю. Это не связано никак. Ну, никак не связано. Ну, то есть, все это двойное назначение там есть, да. Мы знаем, что есть всевозможные фирмы, подрядчики, которые там передают им коптеры и всякие такие вещи, да. Помогают там эти коптеры устанавливать для сброса всевозможные системы, да, бомб. Вот, Сергей Флеш, например, который занимается как раз этими вопросами, там, и в том числе, он опубликовал это видео вот несколько недель назад и так далее. Это никак не связано с министром обороны Китая. Их там политические все интриги, шторма и все эти игры престолов и так далее. Нет, никак не связано. Это жаль, это жаль, Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Хочу нагадать нашу аудиторию. З нами название Скубов, Игорь Левін, офицер армії обороны Израилю, військовый аналитик, редактор военной рубрики журналу Фокус.